Это все наше. У нас есть свои аттестованные люди. За нашу продукцию мы несем полную ответственность. Нагревают до определенной температуры. 1180-1190 градусов. Приехали на предприятие, нас заставили приходить вдохнуть. Наши работники не пьют, это 100%. На месяц раньше поставили в Чукотский автономный округ мост общим весом 960 тонн. Норма выработки на одного человека 26 тонн. Мы этим гордимся. Можно я попробую? Я вообще очень люблю. В виде исключения для вашего проекта можно. Все делают, режут машины, отверстия сверлят тоже машины. И даже я справилась с этой задачей. Производственники и такие люди, знаете, они отличаются от других работ, потому что мы все-таки с вами из ничего рождаем что-то. Всем привет! Меня зовут Ольга Дыдыка и канал Реальное Производство. Знаете ли вы, куда пропадают рельсы, у которых закончился срок эксплуатации? Мы нашли ответ на этот вопрос на Тульском металлопрокатном заводе. Оставайтесь с нами, будь горячо, в прямом и переносном смысле. Поехали! Мы с вами находимся на раскроенном загадательном участке. Это производство металлоконструкции. Здесь мы получаем со склада металлов металлопрокат. И согласно техническому заданию, карт раскроя, местовой прокат приобретает нужные формы, детали, которые потом родятся в металлоконструкциях для наших основных заказчиков. А как вы меряете затраты? У вас есть какие-то основные показатели, на основании которых, вот вы видите, вот в этом месяце мы сработали эффективно. Вот в другом или на месте, или в заказе не очень. Для эффективной работы предприятия, конечно, каждое предприятие рассчитывает экономическую выгоду. Обязательно условием каждый месяц мы рассчитываем. Мы достигли в прошлом месяце такого показателя, как норма выработки на одного человека 26 тонн. Мы этим гордимся. Александр, мы сейчас с вами находимся в производственном цехе. Расскажите, пожалуйста, что за продукция здесь изготавливается? Арматура класса А500, 8-я, 10-я, 14-я, 16-я, винтовой профиль. Что вы внедряете сейчас на своем производстве? Или, может быть, у вас какие-то планы есть? Как вы хотите повысить этот показатель? Все начинается с рабочего. Если наш рабочий на сегодняшний день раньше имел одну специальность, то мы сейчас, приобретая смежные специальности, можем использовать одного и того же рабочего на различных технологических процессах. Например, раньше, если человек работал только на сверле, то сегодня мы привлекаем его на газоритную машину. Это нам помогает дополнительно приобрести человека, не вовлекая людей со стороны. Что максимально, по вашему мнению, интересно может быть для наших подписчиков ваша продукция? Какая? Да у нас вся продукция. Как идея для бизнеса, например? Ну, смотря для какого бизнеса. Если для строительного бизнеса, то это арматура. Здесь с 8-й по 16-й. Это 8-я, 10-я, 12-я, 14-я арматура. А ваша арматура, которая изготавливается из рельс, она по факту, по тем же характеристикам, такая же, как арматура обычная? Да. Вы знаете, есть такой стереотип, что все производственники, например, пьют водку. Ну, как вариант, например. Как у вас на этом, как вы отслеживаете вот такие моменты? Наши работники не пьют. Это 100%. 100%. 100%. Потому что, если даже мы приходим на работу после такого момента, то мы не приходим больше на работу. Вот опасность заключается в том, что вращающиеся детали, грузоподъемные, конечно, в момент, чтобы не навести какую-то травму. У нас люди в это дело относятся ответственно. Мастера, старшие мастера, линейный персонал заточены в этот момент. А скажите, вот чем ваше производство отличается от конкурентов? Первым делом в наших рыночных условиях труда ценой. Если мы предоставим наивыгодную цену и наименьшую для вас, мы вас этим заинтересуем. Второе, конечно, это срок изготовления обязательного условия. Если прописано в договоре 4 месяца, мы приложим все усилия для того, чтобы изготовить продукцию значительно раньше, что будет лучше выглядеть для заказчика. Ну, у нас есть свои секреты, конечно, но поделюсь с вами. В первую очередь, это оборудование. Мы используем в нашем производстве уникальное оборудование, технологические процессы, автоматизированные, которые подключены к системе ЧПУ, что нам уменьшает количество переходов, ошибок. То есть рабочего мы по наименьшему системе исключаем в работе. Он подает заготовку и принимает готовую. Вот такое оборудование системы Lincoln, Donobat позволяет нам достичь хороших результатов в качестве и повышении объема. Как проходит весь процесс по этапам? Изготавливаем мы рельсы, которые приезжают к нам, нагревают до определенной температуры 1180-1190 градусов. Печь у нас шагающим полно, в печь влазит 100 рельсовых заготовок. Одновременно 100 рельсовых заготовок? Нет, по очереди. Одна заезжает, делается шаг, заезжает следующая. То есть она расплавляется? Нет, она нагревается. Потом выходит из печь по роликам, на шлепере заходит в клетч-трио. А потом из этой разогретой рельсы? Да, начинается раскатываться... Арматура? Арматура, да. До определенного профиля. Если нам нужен 10-й профиль, который мы еще катаем, то до 10-го профиля. Если 12-й, то 12-й профиль. Как вы проверяете качество? Например, очень часто на поставщики металлоконструкции, но бывают такие кривые металлоконструкции привозят, либо там сварной шов не соответствует требованиям. Как вы это отслеживаете? Вся наша продукция при отгрузке к нашему основному заказчику, мы прикладываем обязательно паспорт качества, где идут сертификаты на весь листовой прокат, которые мы применяем, и обязательно условия УЗД. Унутрозвуковой контроль, который необходим для того, чтобы влезть внутрь шва и понять структуру шва. Это делается специальное оборудование, тоже дипломированные специалисты. Они тестованы, имеют корочки свои для этого удостоверения. Вот они делают заключение, и на основании этого дела мы прикладываем паспорт качества. То есть за нашу продукцию мы несем полную ответственность. Мы в этом году участвовали в федеральных проектах. Поставили в Чукотский автономный округ мост общим весом 960 тонн. Это шло через Северный путь. Там были ввязаны моменты с Архангельским партом, Певеком, где мы должны были вовремя поставить продукцию, чтобы по Северному пути прошло до заморозков. Это федерального значения был проект. Мы получили по итогам этой работы благодарственное письмо, наш завод. В данный момент этот мост уже монтируется. И у нас есть уже письменное подтверждение о том, что в следующем году мы также будем участвовать в этом проекте и будем изготавливать 4-й и 5-й мост общей сложности. У нас есть лаборатория, которая производит механические испытания. Сделают изгибы, проводят механику. И если классом она не соответствует, значит, это отправляется все вправо. Если классом соответствуется, то и все идет в первый сорт. Мы находимся возле уникального оборудования, технологический комплекс фирмы «Донобат». На данном технологическом оборудовании при минимальном участии человека рабочего, мы исключаем этот момент, происходит порезка, заготовка и сверловка под монтажные элементы, балок, двухтавр, уголка. Чем уникальное оборудование? Подключена система ЧПУ, что нам позволяет автоматизировать процесс, минимальное количество участия рабочего человека, что исключает человеческий фактор ошибки. То есть, компьютеризирована лазерная линейка, автоматическая порезка, автоматическая передача на следующий стенд и сверловка под монтажные элементы для необходимости сборки литва-конструкции. Круто! А можно я попробую? Мне прям, я вообще очень люблю. Ну, в виде исключения для вашего проекта, пройдя маленький технический уровень, можно. Я сверлю. Слушайте, это реально очень круто и почти не требует человеческих усилий. Все делают, режут машины, отверстия сверлят тоже машины, и даже я справилась с этой задачей. Николай, расскажите, что это за оборудование, для чего оно предназначено? Данное оборудование системы марки Lincoln американской, сварочной линии для сварки балок. Есть прокатная балка, есть сварная. Часто заказчики, когда обращаются, они не могут найти прокатную балку, того сечения, которое необходимо, поэтому на данном оборудовании мы, используя любую толщину металла, любой диаметр, любую высоту, можно спокойненько варить и соблюдать все гости, выпускать продукцию. Это экономически выгодно для заказчика, потому что чаще всего мы, используя нашу сварную балку, выходим на экономически другие показатели, значительно ниже, чем прокатная балка. И вы того получаем проект значительно дешевле. То есть вы фактически можете опримизировать затраты заказчика на закупку металлоконструкции при строительстве, например, нового здания? Обязательно. При разработке КМД мы учитываем этот момент согласовываем с заказчиком. Он видит ситуацию, что ему выгоднее. Если ему выгоднее произвести у нас сварную балку, как и другие конструкции, мы делаем так. Просто расскажу, очень многие предприятия сейчас делают как. Берут проект, стадию КМ и говорят, выставляют предложение в цену цена за тонну металлоконструкции. А потом, когда согласована цена за тонну, ну, как-то случайно у них увеличивается потом металлоемкость, потому что им выгоднее ее по факту увеличить. И они ведут на такой вот метод не совсем честный. Я приведу вам пример этого года. В этом году мы участвовали в проекте про изготовление металлогического цеха общим весом 3200 тонн по КМ. 3200 тонн – это очень большое производство. Серьезно, да. За три месяца мы сделали все вовремя и в срок. Так вот, при разработке КМД, учитывая всю металлоемкость, мы уменьшили 3127 тонн. То есть заказчик наш не увеличил металлоемкость, а уменьшил. Это 7 миллионов 300 вы сэкономили для заказчика. Да, это хорошее экономие. Ну, пойдемте дальше, посмотрим на другое производство, что у вас здесь есть. Я думаю, есть что интересное показать. Мы находимся у нас на участке малярном, где производится окраска продукции и отгрузка. В данный момент мы присутствуем с вами при отгрузке очередной партии к нашему заказчику. Все упаковывается, все выдерживаются, все требования необходимые в техническом задании, слой микрон необходимый, проверяется ОТК, ставится штампик, наносится маркировка на данную марку для того, чтобы при монтаже монтажников не создавались лишних вопросов. Нам очень интересно рассказать о другом вашем производстве, где вы перерабатываете рельсы, которые вышли из срока годности. Если вы не против, пойдемте посмотрим соседний цех. А где используется ваша продукция? На стройке. На строительстве. А вот сейчас очень в связи с наводнениями, оползнями, условно, селями, в Крыму, в Краснодарском крае очень активно стала востребована работа, очень востребована по укреплению грунтов. А ваша арматура может использоваться для укрепления грунтов? Может. Может быть. Подведем итог. Чем уникальны предприятия Тульский металлопрокатный завод? Тем, что они производят свою продукцию из рельс, которые были в употреблении. У тех рельс, у которых срок использования закончился. И вот традиционная рубрика, в которой мы разыграем одну из моих любимых книг. Атлант расправил плечи. Данную книгу, вернее, три тома этой книги получит тот подписчик на нашем канале YouTube, который в комментариях напишет, что объединяет Тульский металлопрокатный завод и главную героиню этой книги. Друзья, сегодня в нашем выпуске мы показали вам, как можно дать вторую жизнь материалам, которые были в употреблении. И построить на этом целый бизнес. Также показали, как устроено производство металлоконструкций. Пишите в комментариях, то производство, которое было бы вам интересно изнутри, мы его обязательно снимем. Также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была я, Ольга Дедыко, и наш канал Реальное Производство. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru Тик-тика!